Простая история. Я сейчас не говорю о каких-то тестах там, которые мы применяем, там, прочее, прочее. Вот ребенок совершенно замечает, ходил в школу, и вдруг она синяя-зеленая, отказываясь ходить в школу, говорит, переведите мне на надобное обучение. Это первый сигнал, что началась травлика. А не последний? Не-не-не, подождите одну секундочку. Вы вот понимаете, бить по хвостам плохо, но еще раз я хочу сказать, если травли нет, вы зачаток травли не поймаете. Причем, сегодня ведь травли чем отличаются? Сегодня драки ведь не в коридорах. Больник идет в интернете. Сегодня чаты своими и даже пятиклассники, даже эти грамм-каналы они имеют. Они опытные ребята в этой ситуации. И вот в этой ситуации нужно огромное доверие к школе, потому что если Райки это заметил, он всегда должен быть на стороне ребенка. Немедленно в школу, к психологу, к классному руководителю, к директору, чтобы мы могли оказать помощь. И мы можем эту помощь оказать. Причем, кстати говоря, беседую с девочкой, позавчера, кстати, и говорю, понимаешь, как она блестяще училась и так далее. И травят ее тоже дети, которые тоже прекрасно учатся. То есть все молодцы на первую очередь? Все молодцы, да. Я говорю, понимаешь, давай, Есенина, при тяжелых ударах, когда тебе грустно, казаться улыбчивым простым, самое лучшее в мире искусство. Если ты опустил, зажалось, тебя приятно травить. А если ты не обращаешь внимания, держишь хвост пистолетом, скучно тебя травить. Это один из приемов. Травля. Происходит от одиночества. Начинаем выяснять, встречаться с родителями. А они живут в коттедже двухэтажном, вот прямо рядом с Москвой, да. И они разведены. И девочка мечется между первым и вторым этажом. Она одинок. Отсюда возникает агрессия. Это часто проблема семьи, которая выражается, то есть не бывает просто так. И тут ведь еще вот что. Надо понимать, что это же самый простой способ объединиться против кого-то. Так это... Это лучше всех сближает. Сближает и сближает детский коллектив. Уже в детском саду я это наблюдаю. Детский сад свой есть, да. Детский сад, банда. Специальное государство, которое кругом все враги. Я ничего ни о что не намекаю. Тут это же так легко все это объединиться. Причины можно все, что угодно. У ребенка, скажем, пластины в зубах. Он получает кличку саблезума и убьется. У него другой разрез глаз получает... Все, что угодно можно. Все, что отличает от другого, может быть триггером, то есть стартом, спусковым крючком агрессии. Поэтому следить внимательно. Очень внимательно смотреть за детьми. И родителям, и педагогам, и, конечно, тем психологам, которые волей судьбы работают в школе. Вот как-то так. В двух словах.